На этой неделе в Славянске-на-Кубани прошло кустовое семинар-совещание, на котором представителям бизнеса, здравоохранения и туризма рассказали об основах создания доступной среды для инвалидов. Каждый день мы ходим по улицам, шагаем по ступенькам. Для нас это обычное дело. И не задумываемся о том, что у некоторых людей нет такой возможности. Поэтому очень важно создавать жизнь без барьеров и границ. Общаться, свободно передвигаться по городу, посещать магазины. Казалось бы, привычные действия, но не для инвалидов. Облегчить повседневный быт людей с ограниченными возможностями здоровья – вот главная тема кустового семинар-совещания. В нём приняли участие представители шести районов края – Славянского, Красноармейского, Калининского, Крымского, Темрюкского и Тимошевского районов. Сегодня недостаточно, чтобы объект был признан доступным, если на объекте имеется пандус. Сегодня главный акцент определяется тем, что на этом объекте должны оказываться или быть организованы услуги для маломобильных наших граждан. Цель совещания – оказание методической помощи организациям по вопросам обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных граждан. К маломобильным гражданам прежде всего относятся люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане и другие люди, имеющие проблемы с передвижением. Конечно же, они, как и все, посещают магазины, аптеки, социальные объекты, ездят на автомобилях, одним словом, стараются жить полной жизнью. Позаботиться о доступе к вышеперечисленным объектам прежде всего должны их владельцы. Об этом и шла речь на совещании. Открыла его заместитель главы по социальным вопросам Ольга Леус. В нашем районе доверено быть первой зональной площадкой для проведения краевого семинара. В нашем районе, как и во всех районах края, наверное, всей страны, инвалиды очень активны. В последнее время мы это отмечаем. Мы видим, что они приходят у нас не только в школы, не только в аптеки, не только посещают больницы. Также банки, сферу обслуживания, парикматерские. Часто очень пользуются общественным транспортом. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, как создать им доступные условия, чтобы им было тоже хорошо и комфортно. Работа по формированию безбарьерной среды проводится в Краснодарском крае с 2006 года. Особенно ощутимый прорыв был сделан во время подготовки к проведению зимних Олимпийских игр в 2014 году в городе Сочи. Уже тогда работы по обеспечению доступности были проведены на около 2000 объектах в Сочи. В их числе не только спортивные объекты, на которых проводились соревнования, но и гостиницы, больницы, аптеки, магазины и торговые центры.